Я приехала в Петербург на протезирование в первый раз. Я очень хотела попасть именно в Скаля Лоджик, потому что здесь, по моему мнению, очень высококвалифицированные врачи. И для меня это важно, чтобы мне сделали протезы рук и ног максимально подходящие к моим особенностям. У меня протез голени и протез стопы, но пока что мы его не делали. Я надеюсь, что в следующий раз мне удастся приехать в Скаля Лоджик, чтобы сделать еще одну вторую зиму. Тезу голени два, обычные активы, с которыми я буду ходить, и для купания. Стопа, конечно, очень сильно отличается от предыдущей. Это просто несравнимые вещи. То есть она гораздо более мягкая, удобная. У нее есть перекат, и я чувствую ее больше как более настоящую ногу, чем как то, что у меня было. Там была более простая нога, и совсем она никак не двигалась, не было никакого переката. То есть это более мягкая, живая и кафотная. Насчет купального протеза я хотела сказать, что это мой первый купальный протез. У меня никогда не было купального протеза. Да, протез для купания. Вот. Я надеюсь, смогу зайти в нем в воду. Надеюсь, когда ходить в бассейн, будет гораздо комфортнее, удобнее, потому что не будешь бояться, что там что-то намокнет, там скользнет, все так далее. И вообще он, мне кажется, более симпатичный, чем то, что опять-таки у меня было. И это комфортно, то, что два протеза у меня будет. Я буду, допустим, одним пользоваться, другой пока отдыхая, там слушаться и так далее. По рукам у меня косметические протезы рук обеих, тяговый протез. Просто у меня есть одна бионическая рука, и мне не хватает второй функциональной руки. Я бы хотела, чтобы активная рука помогала мне больше справляться с бионической и помогала. Возможно, она даже будет удобнее, и я просто заменю бионические руки активными, ну, тяговыми протезами. Занимаюсь я, у меня педагогическое образование, я учитель ИЗО и учителем ХК. Я работала в художественной школе, какое-то время сейчас я уволилась, сейчас я больше занимаюсь именно рисованием. Вот. Возможно, планирую я переехать в другой город, для того, чтобы найти работу более по душе. Самое важное людям — не думать о том, что они не такие, и не повторять себе о том постоянно, что они какие-то не такие. То есть вообще убрать это из головы. Вот. Просто жить. Просто использовать свое тело на максимум возможностей, которые имеются. Помнить, что ко всему человек может приспособиться. И все. И наши возможности, они как бы безграничны.